Добрый день! О боже, да, ужас, еще недавно так считалось, единственное жилье за долги, например, нашей любимой родине. Или за долги кому-то, кто-то у кого-то занял денег, а давать не хочет, а при этом говорит, а с меня все взятки гладкие, у меня единственное жилье. А как выясняется, просто вот юристы прекрасно знают случаев много, когда единственным жильем является там какой-нибудь дом двухэтажный, квартира в 100-150 квадратов. Ну а человек говорит, как тот Миронов, я сирота, вижу, у подавились, гладранец, у меня взять нечего. А вот государство теперь сказало, что есть чего взять и будут теперь брать. Об этом мы сегодня поговорим, а вы нам задавайте свой вопрос по телефону 300-190, может, вам кто-то должен. Взял деньги, не отдает, а вы, как честно, граждане, не хотите там коллекторам, браткам обращаться, поэтому вот, может, спросить совет, что делать вам. Хочу пока представить гостей нашей студии. Это начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функций по возврату просрочной задолженности, Ирина Ивановна. Добрый день. Здравствуйте. Начальник отделения старший судебный пристав специализированного отделения по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментов по Твери и Калининскому району Дмитрий Корнилов. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. И юрист Вероника Стальникова. Вероника, спасибо большое, что нашли время посреди праздника вырваться к нам. Вероника, у нас будет не весь эфир, к сожалению, потому что юрист человек занятой, дел много, спасибо ей так, что выкроила. Итак, господа, точнее дамы и господин, как вы прокомментируете вот это постановление Конституционного суда? Да, граждан? Да, надеюсь, я. Просто, чтобы люди правильно все поняли. Значит, до апреля 2021 года у нас существовал исполнительский иммунитет на единственное жилье должника. Это означало, что при наличии задолженности, либо при процедуре банкротства гражданина, взыскивать или обращать взыскание на единственное жилье было невозможно. Любое? Единственное, когда мы говорим о единственном. Понятно, что там есть ряд критериев определения этого жилья. Роскошное, нероскошное, приобретено добросовестно, не совсем добросовестно. Но в апреле нынешнего года Конституционный суд изменил правовой подход к данной ситуации, и теперь обращать взыскание на единственное жилье будет возможно. При соблюдении некоторых параметров, критериев, то есть это не стопроцентная гарантия успеха взыскания все-таки данного жилья, но это изменит существенно практику, которая существовала до настоящего времени. Почему? Потому что количество заявлений о банкротстве граждан, они уклонно растет. Первый квартал настоящего года тоже показал статистику роста, когда граждане берут кредиты, платежеспособность падает, либо отсутствует, и не могут расплатиться, в том числе за квартиру, купленную в ипотеку. Подают заявление на банкротство, думая, что это исключит долги, спишут долги. А квартира останется? А квартира останется, потому что иммунитет существовал до апреля 2021 года. Это что называется, прокатывало? Да. Соответственно, сейчас Конституционный суд выдал нам судебный акт, по которому данный иммунитет теряется, и у приставов и у кредитуров появится возможность претендовать все-таки на единственное жилье. Это означает, что единственное жилье может подлежать размену, продаже, взамен, соответственно, должно быть приобретено другое жилье, менее роскошное, от продажи большого. Допустим, есть у должника квартира 100 квадратных метров, в каждой конкретной ситуации. Соответственно, норма социального найма жилья в конкретном регионе разная, но примерно там параметры 15-18 метров, где-то 19 метров. Соответственно, будет продана роскошная квартира, взамен будет приобретена другая помощь, будет привлекаться для реализации таких процедур и самого кредитора, ну и нагрузка большая будет на исполненную систему. А, то есть все-таки заказенный счет? Ну, у меня сразу вероника... Скажем так, не заказенный счет, это все затраты будут компенсированы от продажи жилья. Ну, если он купил студию, вот, 7 на 7 сейчас это, знаете, популярно, а вот он действительно купил себе не какую-то роскошную дачу, он купил себе самую минимальную-минимальную либо однушечку, либо студию. Ну, смотрите, здесь же Конституционный суд говорит о неком единственном жилье с признаками роскошества, да, но не дает критериев и пояснений, а что же такое роскошное жилье, а будет ли относиться та квартира на Рублевке, либо, да, там, в Калининском районе Тверской области, да, 7 на 7, как вы говорите, да, к признакам роскошества, да, и будет ли она подпадать под признаки добросовестного приобретения, либо недобросовестного. Человек специально взял кредит, чтобы за него не платить, купив эту квартиру. Как это доказать? Да, либо, ну, вот, я думаю, что судебная практика сейчас будет очень богатая в этом направлении. Так ты ложишь, чтобы пытать его? Откуда источник финансирования и средств, да, если взял кредит? Ну, пошел в банк, действительно, взял кредит, думал, может даже... А справку предоставил, может быть, недостоверную о доходах, да? Какие вы все хитрые, у нас так социально делают, что теперь никому ничего не давать? Ну, хорошо, то есть, все-таки это может не касаться, вот, я думаю, многим гражданам интересно, кто действительно купил, ну, бюджетное жилье, одну ушечку там, может быть, там, ну, еще раз говорю, студию. Мы не берем тех, кто купил яхту обрамочную, а не живет. Мы берем вот людей, то есть, можно предположить, что к таким людям не будет применена вот эта мера? Или всех однозначно будут изымать? Вы знаете, вообще нельзя говорить о том, что Конституционный суд сейчас всем дал указание, разъяснение, как действовать. Каждая ситуация все равно будет индивидуально рассматриваться, потому что Конституционный суд это не законодатель, а всего лишь судебный орган, который разъясняет нам или позволяет нам применять правовой подход к конкретной ситуации как для должника, так и для кредитора. Но сейчас можно однозначно сказать, что Конституционный суд дал возможности кредиторам больше, потому что должник был более защищен в ситуации, когда он не платежеспособен. Ну, все-таки, я хочу докопаться, если вы, если человек действительно не рассчитал финансовые силы, все что угодно, он действительно несчастный, там, бедный, либо студент, либо просто какой-нибудь маклер с биржей и так далее, он купил одну ручку бюджетную, и вот у него нет сейчас денег. Ну, наверное, бомжам на улице его не оставят, какие-то варианты будут изысканы, но в квартире не исключено, что тоже, да. Ну, то есть, ваше мнение, как юриста, это справедливая мера вообще? Напрашивался? Ну, вообще, долгожданная, да, не то чтобы мера, да, мы не можем говорить о том, что это сейчас мера, это возможность использования, все-таки, реализации права кредиторов получить погашение задолженности за счет реализации единственного жилья. Это очень долгожданная мера, способ защиты прав кредиторов, потому что злоупотреблений много, как мы видим, статистика банкротств граждан тоже растет, соответственно, этим стали пользоваться. А банкротство действительно такая панацея, что как с гусью вода все долги, все? Да, конечно. А почему? Сколько мы видим объявлений, приходите, спишем долги, сейчас как-то это особо. Да, это очень... Баннер он висит. Баннер он висит. Злободневно даже, да, но, к сожалению... Это панацея для вот сейчас наслушают те, кто, может быть, подумают, а не пойти ли мне в эту контору. Ведь не бесплатная услуга, я думаю, со стороны ваших коллег-юристов. Конечно, нет, конечно. То есть чем рискует человек, который отдаст деньги? Ну, наверное, не коллег, вот не хочется как раз, да, чтобы нас немножко... А мы не знаем, юрист или там. А, даже так. Да. Поэтому, скорее всего, людям не до конца объясняют последствия применения процедуры банкротства. Что их ждет в течение последующих трех-пяти лет, да, это плохая кредитная... Или закрытая кредитная история. Такой тоже может быть. Да. То есть вообще полный отлупливый ума. Сложности с трудоустройством последующим. И это не означает, что их спишут под ноль. Их отрабатывать придется. Я думаю, что коллеги-приставы расскажут на практике более подробно об этом. Но это не так сказочно и чудесно. И не все долги, они списывают банкротство, надо это учесть, этот момент. Что алименты, например, задолженность по алиментам мнения банкротства не списывают. То есть если человек надеется о том, что он избежит погашения задолженности именно по алиментам путем подачи заявления о банкротстве, это, к сожалению, невозможно. То есть алименты... К сожалению, наверное, к радости. Ну, к сожалению, я имею в виду должника, да. А, вот этого негодяя, который не хочет платить или негодяйки. И это невозможно, поэтому не всегда применяется банкротство столь эффективно, как думается. А у нас всегда в первом блоке программы заканчивается реклама, и поэтому мы сейчас идем буквально три минуты, не переключайтесь. Мы сегодня говорим о всевозможных задолженностях, алиментах и прочее. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о всевозможных задолженностях. Вот до этого в первом блоке программы мы говорили о том, что вроде бы Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье у должников, но при этом куча там, возможно, оговорок, что это за жилье, действительно ли он изначально брал деньги, чтобы не отдавать, и так далее. И вот мы затронули еще такой вопрос, как работа вот этих всевозможных фирм, которых сейчас развелось очень много, которые предлагают якобы абсолютно списать без проблем на долги. И вот как раз у нас вот сейчас мы впервые, пока разговор продолжается, интерес просто тем, вот Дмитрий Корнилов говорит, что не все так просто, да, то есть получается. И получается даже человеку накладываются ограничения на его финансы. Ну да, надо иметь в виду, что в соответствии с законом о банкротстве вводится так называемое финансовое управление, и человек не может открыто, напрямую распоряжаться своим денежным средством. Зарплатой. И зарплатой в том числе, и счетами своими, то есть все финансовые потоки, которые проходят через человека, они переключаются на финансового управляющего. Поэтому даже введение процедуры банкротства, она уже накладывает на человека некоторые ограничения в плане финансового пользования, ну, в плане финансового пользования денежными средствами. Хотелось бы также отметить о том, что процедура это не месяц и не два. Длится эта процедура там на протяжении, может, и года, может, и полтора. Потому что там есть этапы, там реструктуризация задолженности, и если после реструктуризации финансовое положение не улучшилось, вводится и реализация имущества, ну, в том числе, либо, может, сразу реализация имущества введена, быть, процедура. Но она длится, там, даже реализация имущества длится на протяжении шести месяцев. То есть, все это время человек находится, по сути, тот, кто человек банкрот, он не может пользоваться открытым, напрямую своими денежными средствами. И ведь это не бесплатно? Это не бесплатно, потому что, опять же, обращаясь к закону о банкротстве, только при введении процедуры банкротства и подаче заявления о банкротстве должник должен внести на депозит арбитражного суда 25 тысяч рублей. Это гарантирует оплату услуг управляющего. То есть, ну, плюс, наверное, скорее всего, организации, которые специализируются на банкротстве, наверное, берут, ну, наверное, в том числе оплачиваются отдельно их услуги. То есть, ну, если говорить в итоге и по практике, которая существует в Тверской области, ну, чтобы стать банкротом, ну, нужна необходима сумма, это в районе где-то 100-150 тысяч рублей. И, опять же, я повторюсь, как я говорил в эфире о том, что это не гарантирует освобождение. Да, то еще и не гарантирует. Это не гарантирует освобождение. Законом о банкротстве тоже предусмотрено случай, когда не освобождается должник от своих обязательств перед кредитором. Такие случаи тоже нередки и тоже встречаются в практике арбитражного суда. И, опять же, ну, опять же, хочу сказать, что категория определенных долгов, как алименты, ущерб по преступлению, оно не, ну, через банкротство, оно не снимается. То есть, он как должник будет должен, так и будет продолжать должен эти суммы. А в чем-то смысл банкротства такого? Ну, в большинстве случаев люди банкротятся, это кредитные задолженности, как Вы правильно сказали, микрофинансовые организации. Но, опять же, чтобы обанкротиться, должен быть необходимый предел сумм, там, от 500 тысяч рублей, если мне понять, не извиняюсь. То есть, сумма должна определенный долг быть, остатка долга. То есть, ну, и кредитные задолженности, поэтому люди выступают в части по банкротству. А интересно, они вообще предупреждают своих клиентов, что мы вам не гарантируем положительный результат? На объявлениях на баннерах все очень красиво написано. Я думаю, что, скорее всего, ну, такого, таких предупреждений нет, потому что немногие, ну, об этом знают, о том, что не гарантирован стопроцентный результат. Ты ему отваливаешь 150 тысяч, а тебе еще ничего не гарантируют. Ну, к сожалению, каждый рискует, каждый должен понимать, когда он обращается в такие организации. В принципе, ну, можно это сделать и без организации. Есть арбитражные управляющие, которые готовы, минуя эти организации, приступить. Но, опять же, это все стоит денежных средств. То есть, чтобы признать себя банкротом, нужно найти где-то деньги. И немалые. Да. Не 5 тысяч рублей. С к сожалению, такой парадокс. Да. Скажите, если в целом говорить о задолженности в должниках, вообще, вот люди, бывает, ведь даже не знают, что они должны, по крайней мере, по базам данных и так далее. А как все это можно узнать-то? Ну, у нас существует банк данных исполнительных производств на сайте ФССП России, который по фамилии, имя, отчество и по дате рождения можно узнать открытую информацию, которая публикуется у нас. Подчеркну, открытая информация – это наличие задолженности, сумма, остаток задолженности, номер исполнительного производства, где ведется исполнительное производство, судебный пристав исполнитель, который ведет, и контактные телефоны. То есть, в рамках исполнительного производства, в рамках банка данных, эту информацию можно подчеркнуть. В том числе, сейчас реализован в нашем программном комплексе взаимодействие с порталом государственных услуг. То есть, если человек подписан на уведомление о наличии судебной задолженности, то к нему поступает уведомление о возбуждении исполнительного производства. Я подчеркну, что через указанный портал госуслуг и в том числе через электронную приемную на сайте ФССП, как должник, как взыскатель, либо представитель должника и взыскателя могут подать любые соответствующие заявления, ходатайства. И достаточно быстро они получат на них ответ в электронном виде. В рамках, не в рамках, а на портале государственных услуг вообще реализовано получение электронных копий соответствующих постановлений. То есть, не только информация, а прям должники, либо взыскатели получают полностью готовый документ с электронной подписью судебного пристава. То есть, уведомление получается, после того, как судебный пристав выносит соответствующее любое постановление, если человек подписан на получение указанной информации в государственных услугах, на портале государственных услугах, то эту информацию он получит уже на следующий день. А вот что делает тема, вы все-таки знаете, случаи, когда двойники неволи, конечно, получаются, именно когда полное совпадение фамилии, имени, дня рождения и так далее. Как человек доказал, что это не он, что он не должен ничего? Ну, во-первых, при получении такой информации, обычно у нас эта информация, люди узнают о том, что они являются идентичным должникам, сведением, не получают это обычно при списании денежных средств. Ну, обычно происходит это, либо там при реализации. Значит, если гражданин получил указанную смс-уведомление от банка и видит о том, что он понимает о том, что он ничего не должен, первым делом он, естественно, должен обратиться в банк данных исполнительных производств на сайте ФССП, где, введя свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, проверить, является он действительно должником, либо не является. Причем, хотелось бы обратить внимание, что необходимо проверить, выбрать все субъекты Российской Федерации. Там есть, прежде чем, когда заходите в банк данных, там есть поле, какой субъект Российской Федерации, то есть необходимо вводить все субъекты, потому что имеется единичный случай, когда у нас должник, ну, не должник, а должник, да, допустим, проживает где-нибудь в Алтайском крае, а с лица, с которого списали денежные средства, проживает в Тверской области. То есть нужно проверять по банку данных. Далее, если человек, гражданин понимает о том, что он не является должником, реально не является должником, значит, незамедлительно необходимо обратиться в службу судебных приставов, предоставив копию паспорта ИНН, либо СНИЛС, то есть чтобы мы могли его идентифицировать в дальнейшем, ввести сведения в информационную нашу базу, для того, чтобы в дальнейшем с должника указанное, ну, не с должника, а с лица, с которого неправомерно там списываются денежные средства, дальнейшие такие действия прекратились. То есть предъявляет он эти документы. Это можно сделать, как, опять же, через электронную приемную ФССП, можно принести соответствующие документы в структурные подразделения ФССП, либо управление ФССП по Тверской области. То есть на такие указанные заявления мы реагируем незамедлительно, вся информация вносится, ограничения все отменяются. Естественно, если денежные средства были списаны вот с такого лица, то денежные средства в полном объеме возвращаются этому лицу, у которого списались, на счет, с которого списались денежные средства. — А почему так система устроена? Неужели нельзя внести в нее изменение, чтобы как раз было не только фамилия, имя, отчество и дата рождения, а именно ИНН, тот же самый паспортный данный, который точно одни у каждого индивидуальный, и тут точно никакой путаниц быть не может? То есть, казалось бы, несложно. — Да, хороший, ну, такой хороший вопрос. Связан это, прежде всего, с тем, с внесением судебного решения. Сейчас изменения внесены в закон об исполнительном производстве, в ГПК, который говорит, что к фамилии, имя, отчество и даты рождения должен дополняться соответствующий идентификационный еще признак, там, СНИЛС, паспорт и ННН. В старых судебных решениях, либо в постановлениях иных органов в исполнительных документах обычно такие данные не указываются. Указываются фамилии, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания. Дальше уже судебный пристав, возбудив это исполнительное производство, он запрашивает регистрационные органы, в том числе пенсионный фонд, для того, чтобы мы получили СНИЛС на гражданина. Естественно, если там Иванов и Иван Иванович такого-то года рождения, то, ну, сами понимаете, у нас могут получиться накладки. И СНИЛС, пенсионный фонд, например, может предоставить СНИЛС другого человека. А дальше мы уже отталкиваемся от, ну, какой информации нам предоставили, СНИЛС, и дальше мы уже продолжаем изучать имущественное положение гражданина. К сожалению, ну, бывают такие ошибки. Сейчас с внесением изменений в закон об исполнительном производстве, в ГПК, ну, такие случаи, они уже будут сходить на нет, будут уже единичные указанные случаи. В скором времени планируется введение электронного документа, оборота с судами. В настоящее время в Москве реализован этот функционал. То есть, исполнительный документ выдается не на бумаге, а в виде электронного документа. Там уже, ну, уже на 100% указанных ошибок уже исключены. Угу. Ну, хорошо. Скажите, вот тоже, если говорить о каких-то тоже ограничениях, мы много про это слышим, должников, вот, что сейчас практикуется вообще? Наиболее ярким, почему-то, знаете, все время говорят, когда что-то, человека тормознут, шереметь его на границе, и вместо хургада он поедет обратно домой. Но это, мне кажется, не самый типичный пример, наверное, да? Все-таки у нас далеко не все все-таки жители страны есть за границу. Там по статистике, я, знаете, как-то слышал, чуть ли не у 7% вроде бы из-за грампаспорта, на самом деле. Поэтому, а какие вот самые актуальные на вот эти ограничения? Ну, остановимся на ограничении выезда. Если говорить про ограничение выезда, то, да, сейчас в 2020 году актуальность ограничения введения карантинных мер, она маленько упала, но все равно люди выезжают. Ну, если говорить, например, по моему отделению по взысканию алиментов, то у меня из лиц, которые подлежат ограничению, ограничено почти 100% в выезде, естественно, соответственно, если брать цифры, то за этот год у нас путем применения ограничения именно выезда за границу взыскано почти 2,5 миллиона рублей. То есть люди, которые готовы выехать, они понимают о том, что у них есть задолженность, они гасят эту задолженность. Соглашусь, да, что процент этих лиц, которые готовы погасить именно испугавшись выезда за границу, он не столь большой в связи с тем, что все-таки специфика есть алименты, они есть алименты. То есть в большинстве случаев у нас люди, которые ведут, ну, так будем сказать, не асоциальный образ жизни, поэтому за границей они не поедут. Действительные меры, на мой взгляд, по алиментам сейчас у нас выступают, это ограничение в спецправе должника. Под спецправом мы должны понимать и понимаем, это не только водительское удостоверение, это управление как и морским транспортом, водным транспортом, ну, то есть лодками, катерами, скутерами, квадроциклами, сельхозтехникой, то есть это нужно понимать. Применяем мы эту ограничение не ко всем должникам, то есть пристав применяет только в том случае, если у должника имеется задолженность более 10 тысяч по алиментам, и должник не подпадает под критерии неприменения этих ограничений. Законом у нас предусмотрено, законом об исполнительном производстве, о том, что судебный пристав не может применять меры к должнику, у которым это является средством к существованию транспортных средств. Но если мы будем так говорить, потому что процентов 99 у нас обычно мы обращаем на водительское удостоверение, потому что это больно бьет. Соответственно, если... По таксистам работать в своем машине. Еще раз, значит, по таксистам тоже хотелось бы обратить внимание, что не всегда здесь однозначно. Нужно понимать о том, что таксист, он самозанятый, имеет ли лицензию. То есть в большинстве случаев, как вот нам должники обращаются, если, ну, приходит и говорит, я таксист, предоставляет договор так называемого информационного обеспечения, там, например, ну, с известными нашими агрегаторами, такси не будем называть их. То есть доказать факт о том, что это является его источником средств к существованию, это нереально. То есть в таких случаях предлагаем стать самозанятым и осуществлять своим деятельностью, как самозанятым, чтобы он начал платить налоги. Значит, если обращаться, возвращаться к тому, что мы ограничиваем водителей, да, если человек, ну, имеет уже ограничение, вынесено ограничение в спецправе, он знает об этом, о том, что он ограничен в спецправе, это не означает о том, что он не может устроиться на работу водителем. То есть это большое заблуждение. Многие говорят, там, ну, скорее всего, может быть, это связано не с ограничением, а просто с линией, и не хотят работать, ну, может быть. То, скорее всего, ну, если должник имеет ограничение в спецправе в виде водительского удостоверения и хочет устроиться, трудоустроиться на работу, он трудоустраивается, приносит в службу судебных приставов, структурное подразделение, трудовой договор, где зафиксировано, о том, что он является водителем. Дальше судебный пристав незамедлительно, после того, как он регистрирует у себя этот договор, он снимает это ограничение, снятие ограничения направляется в ГИБДД. Но, опять же, хочу сказать, что мы полностью тщательно проверяем трудовые договора. То есть, если человек принес фиктивный трудовой договор, нужно понимать, что за это, во-первых, наступает уголовная ответственность, мы указанные факты регистрируем, передаем в органы внутренних дел для разбирательств. Проверяем мы следующим образом. Если человек трудоустроен, трудовой договор, значит, мы делаем запросы в пенсионный фонд на отчисление и в соцстрах, чтобы с организацией шли соответствующие отчисления. В таком случае, если мы подтверждаем о том, что человек действительно работает в этой организации, у него происходит отчисление, то, соответственно, он продолжает работать. Мы направляем на работу копию исполнительного документа для удержания, у него удерживаются заработные платы. Это то, что касаемо источника средств существования. Но бывают случаи, когда, например, на иждивении у должника имеется ребенок-инвалид, либо на иждивении инвалид имеется. В таком случае мы тоже не ограничим. Но необходимо тоже соответствующие документы предоставить в службу судебных приставов. Кроме того, мы не ограничиваем граждан. Для нашей местности это не так актуально. Если транспортное средство является единственным средством для обеспечения жизнедеятельности, в связи с труднодоступной местностью. Ну, понятно, тоже нельзя. Да, у нас, в принципе, если брать территорию Твери и Калининского района, у нас, в принципе, обеспечено. Если взять территорию Тверской области, то я вам такие могу места назвать, где кроме как на танке не проедешь. Скажите, вот мы все алименты тоже затрагиваем. Вопрос такой. Скажите, а вот если человек платит, но не полностью, это как-то можно, во-первых, доказать, и есть ли какая-то за это ответственность? Да. Должен, допустим, 15 тысяч, а он там, допустим, 10. Сейчас, значит, в апреле месяце, в конце апреля поступили разъяснения Пленуму Верховного Суда, которое говорит о том, что частичная оплата, частичная оплата алиментов не освобождает должника, точнее, не препятствует судебному приставу привлечения должника к административной, а последующей уголовной ответственности. То есть, если должник платит несорезмеримую сумму, чем должен платить, соответственно, судебный пристав его может привлечь к административной ответственности, позднее к уголовной ответственности. А как доказать-то? Я понимаю, когда все зарплаты белые, там все понятно, четверть, вычисляется и так далее. А если, допустим, он имеет право налом получать, имеет, допустим, а если у него сделка, соответственно, зарплата плавает, ну, допустим, потому что одно дело, когда его бывшая супруга знает, что у него там, допустим, не знаю, 50 тысяч, а он там перечислил 3 тысяч, она все понятна. Но если у него действительно зарплата, там сегодня 50, завтра 80, а послезавтра 30, и он ему скажет, ну, так я наработал в этом месяце, вот тебе по этому 3 тысячи и все, к примеру. Как доказать-то это? Нет, будем говорить так, что у нас судебным решением, в большинстве судебных решений установлена доля дохода, от которой он должен удержать. То есть доля дохода 1 четвертая, допустим, соответственно, если он наработал 50 тысяч рублей, то 1 четвертая от этой суммы, он должен перечислить взыскателю. Если эта сумма меньше, перечисленная должником, чем 1 четвертая от 50 тысяч рублей. А как доказать, что это четвертая часть? Он скажет, а у меня в этом месяце 20 получил. Так это документально подтверждается. Если он трудоустроен официально, то соответствующие все документы, расчетные листки, если там какая-то производились по договору, то акт приема передачи работы, если он там учитывал по договору свою трудовую деятельность, соответственно, приставы эти документы предоставляются, либо приставы эти документы запрашивают работодателя. И путем логического сравнения пристав находит нарушение. То есть именно с изучением документов связано. Если говорить, ну, во-первых, начнем с того, что если он получает доход, то он уже, пристав обязан обратить взыскание на этот доход. То есть выносит соответствующее постановление, копия исполнительного документа, направляется по месту работы должника. И даже если у него доход плавает, то уже обязанность бухгалтерии отследить, какой у него доход и в соответствии с постановлением и соответствием с требованием исполнительного документа обратить взыскание на этот доход. То есть если у него зарплата плавает, то, соответственно, это обязанность администрации удерживать у него с этой зарплатной платы. Бывают такие случаи, в большинстве таких случаев, допустим, если человек не работает, должник не работает, если у него по судебному решению он должен, например, одну четвертую от доходов выплачивать своему ребенку. Соответственно, в таком случае судебный пристав рассчитывает за должность исходя из среднемесячной зарплаты по Российской Федерации. По Российской Федерации. Обращаю внимание, очень много заблуждений обращаются и должники, обращаются и взыскатели, на большинстве случаев должники, о том, что в случаях, если присуждены алименты в долях от заработка и гражданин не трудоустроен, то мы высчитываем за должность, исходя из среднемесячной заработной платы по Российской Федерации, не по Тверской области, а по Российской Федерации. Она сейчас у нас составляет чуть больше 50 тысяч рублей среднемесячной зарплаты. С учетом того, что, допустим, человек не работает, оплачивает по тысяче рублей, соответственно, пристав делает расчет, понимает о том, что 12 тысяч рублей, допустим, приблизительно говорю, 12 тысяч рублей человек должен, должник изумесячный должен перечислять взыскателя, но при этом должник перечисляет тысячу, полторы, с учетом мнения судов и той практики, которая наработана в городе Твери и по Калининскому району, обычно, если обычно состав административного правонарушения усматривается, если вот эта сумма выплат составляет менее той суммы, которую он должен платить. То есть, если он должен платить 12 тысяч рублей, а платит, допустим, 3, 4, 5 тысяч рублей, а не 6 тысяч рублей и более, то, соответственно, в данном случае усматриваются признаки административного правонарушения. А если он уже привлечен к административному правонарушению, значит, усматриваются признаки уголовного преследования, уголовного преступления. — Скажите, ну вот к уголу мы еще рымся, а мне вот интересно, вот, Ирина, вот к вам просто о женщине, вот мы все он, у него, у него, а вот из практики а бывает, когда женщины должны элементы платить? Мне вот так интересно. — Да, бывают и женщины, что должны оплачивать элементы на содержание своих несовершеннолетних детей, которые также находятся на содержание в детских домах, да, вот такая есть у нас и на исполнении, исполнительное производство в отношении таких, ну, скажем, как нерадивых, наверное, да, женщин, которые, ну, по каким-то своим, может быть, разной причиной оставили своих несовершеннолетних детей, в соответствии с этим они должны оплачивать элементы на их содержание. Но устанавливается разное, где-то одна четверть судебное решение, да, там суд выносит решение, где-то одна четвертая от заработной платы, где-то в твердой денежной сумме, то есть минимальный, бывает, устанавливается минимальный прожиточный минимум по того региона, где находится ребенок. — А если ребенок с отцом остался, та же история? — То же самое, да. — Да, да, конечно, здесь никакой разницы нету. С кем из родителей остался ребенок, а алименты платит тот, кто... с кем не находится данный ребенок. — Такие случаи редкие или как? — Нет, вы знаете, в Тверской области, ну, достаточно так часто встречаются. — Да, мы привлекали даже к уголовной ответственности, у нас была женщина, мы привлекали за невыплату алиментов. У меня было трое детей, и мы привлекли к уголовной, ее осудили за невыплату алиментов. — А они с отцом были? — Они были в детском доме. — То есть, такие случаи нередки у нас, ну, не то, что значительные, но есть исполнительное производство, где должниками являются женщины, а взыскательными выступают мужчины. То есть, такие есть производства, и мы по ним работаем. Никакой разницы, да, и никакого снисхождения, будет ли это должник женщины, либо мужчины, ну, он никакого не будет. За исключением, что могут возникнуть, конечно, ситуации, когда мы, например, у нас такие ситуации были, когда мы привлекали к административной ответственности женщину, которая должна была алимента, она находилась на ранних сроках беременности. В таком случае суд может при привлечении к административной ответственности, у нас предусмотрены меры, обязательные работы, арест административный, в том числе и штраф. То есть, суд вынес решение о том, что наложить административный штраф на указанную женщину, и она оплатила, сейчас воспитывает уже, еще ребенок родился. То есть, такие случаи бывают. А у нас в случае не только когда единичные, не только когда женщины должны, у нас в случае есть исполнительное производственное исполнение, где дети платят алименты родителям. Это как? Ну, это совершеннолетние дети, которые по судебному решению обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. Но это предусмотрено семейным законодательством. Это предусмотрено семейным законодательством. Да, такие судебные решения есть. У нас есть практика привлечения к административной ответственности лиц, которые уклоняются, то есть детей. То есть, это возможно. А вот эти, вы говорите, суммы, которые не платили детям, которые в детских домах, они в каком плане, ну, детям как-то напрямую куда-то идут или на какой-то счет, или что? То есть, дети что-то непосредственно этого получают? Да, но в большинстве случаев... Пожалуйста. Но в большинстве случаев открытые лицевые счета детей, которые находятся на содержании в детском доме, и туда отчисляются денежные средства, взысканные с алиментно обязанных лиц. А дети имеют право доступа к этим счетам? Или что называется? С 18-18 летним. А, вот так вот. То есть, сумма копится? Да. Ну, вот тоже мы уже не раз упоминали уголовную уголовную ответственность. А какая ответственность? Вот тоже нас, опять-таки, ведь смотрят. Я думаю, это будет полезно кое-кому узнать, что какая ответственность предусматривается, потому что за вот не выплату алиментов, потому что, ну, кто-то думает, да, фигня какая-нибудь, 500 рублей штраф и все, допустим. Ну, предусмотрена административность для начала, для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности, да, по 157-й УК РФ, это злостное уклонение от уплаты алиментов. Для этого сначала должна быть привлечена к административной ответственности по 5.35 прим. 1 административной. Это за неуплату алиментов, привлекается к административной, с последующим потом привлечением к уголовной ответственности по 157-й УК РФ. А сумма штрафа какова административная? Ну, смотрите, значит, если брать 5.35, да, наш кодекс административного правонарушения, то санкция предусматривает обязательная работа, срок до 150 часов. Значит, административный арест от 10 до 15 суток и штраф 20 тысяч рублей. Но опять же, штраф, я еще раз обращаю внимание, применяется судами только в том случае, если меры как в виде административного ареста, либо обязательной работы не могут быть применены в силу обстоятельств к правонарушителю. То есть, беременность, инвалидность не может исполнять. У нас, если говорить по цифрам, за 2020 год к обязательным работам привлечены 200 должников, в этом году мы уже привлекли 113 должников. Это за вот эти 4 месяца? За 4 месяца. За 4 месяца. Ну, там было в 2020 году у нас связано с пандемией. Все-таки месяц, апрель месяц, ну, так он маленько вышел из русла. Но сейчас, в этом году мы активизировались, активизировались именно по привлечению к выявлению административных правонарушений. Если говорить по арестам, то в том году три административных ареста были, там, 10 суток гражданам дали, в этом году уже два административных ареста. Тенденция по административному аресту тоже растет, потому что все-таки административный арест, он более эффективен. Административный арест это в КПЗ, что ли? Административный арест, да. Не КПЗ, это специальный приемник для лиц, подвергнуты административного правонарушения у нас есть на Грибоедово, где он бывает административный арест. Ну, сидит. Ну, сидит, да, сидит. А работы вот эти, вы говорите, привлечены? Обязательные, обязательные работы у нас исполняются отдельно структурным подразделением. Есть соответствующие организации, куда направляется гражданин для обытия обязательных работ. Зеленстрой, например, то есть должник, если дают 20 часов, то он свободный от своей основной работы время, либо выходные дня, осуществляют трудовую деятельность в той организации, куда его командировал судебный приз исполнитель. Просто я так сразу думаю, что это таких, как мы из фильма все это знаем, стоит милиционер, следит, чтобы он красил там заборчик, вы думаете, что такую картины ни разу не видел. А где же у нас работает? Нет, нет, это выглядит совершенно по-другому. Образно говоря, судебный пристав дает направление в соответствующую организацию. Должник, получив это направление, обязан въявиться в эту организацию и приступить к работе. Если он не приступает к работе, либо уклоняется от обязательных работ, предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 20.25 КУАПа, в таком случае его ждет административный арест. То есть здесь какого-то, как вы говорите о том, что будет милиционер за спиной стоять, здесь такого не будет. Либо он исполняет, либо он не исполняет, в таком случае он у нас подвигается административному аресту. А уголовную вот эту ответственность, что она с собой представляет? Это действительно какие-то реальные сроки, которые можно получить или как? Да, там уголовное дело, по заявлению, если опять же не платят алименты, возбуждается уголовное дело по 157, проходит предварительное расследование, и данное дело уже направляется в суд для принятия решения о привлечении к уголовной ответственности должника. Да, да. Ну, сейчас я вам так не могу сказать точно, какие там сроки, но там есть, по-моему, до шести месяцев лишения свободы. Да. Даже до года? До года. До года. И в колонию человек едет? Ну, если говорить, вот, я извиняюсь, перебью, если говорить, вот, ну, прям цифры, которые принадлежат приводить по городу Твери, у нас в том году реального срока было нереального, а приговорен к решению свободы были 13 должников, из них 5 должников были, ой, 8 должников были реально осуждены, то есть они реально были отправлены в колонию поселения, либо в колонию, значит, и 5 условно, то есть цифры, они есть в этом году, к сожалению, не к сожалению, не будем так говорить, к сожалению, в этом году у нас еще не было лишения свободы, в большинстве случаев дают исправительные работы до года. Вообще у нас предусмотрена административная, хотелось бы тоже вот этот момент заострить, чтобы понимали люди и должники понимали, в связи с введением вот этой статьи 5.35 у нас административная уголовная ответственность наступает только после того, как должник будет привлечен к административной ответственности. Вот если должник привлечен к административной ответственности, продолжает уклоняться от уплаты алиментов, в таком случае судебный пристав пишет рапорт об обнаружении признаков состава преступления, возбуждается уголовное дело. Период, в какой период должника привлекли к административной ответственности, вступила в законную силу, с момента вступления в законную силу, если человек не отбыл обязательную работу, как я уже говорил, уклоняется от обязательных работ, то к уголовной ответственности он может быть привлечен в течение двух лет, с момента вступления в законную силу. Если человек не уклонился от обязательных работ, от был обязательной работы, то он может быть привлечен к уголовной ответственности в течение года, после того, как он отбыл эти обязательные работы. Да, сложно для восприятия, но, в общем, должник может быть привлечен к уголовной ответственности, первое, Если он у нас привлечен к административной ответственности. И второе, если не вышли сроки исковой давности по административному правонарушению. Это тоже следует понимать. Осталось немножко до конца эфира. А уважительные все-таки бывают причины невыплат алиментов? Или нет таких уважительных причин? Уважительные причины, да, разъяснение нам Пленуму Верховного суда тоже говорит о том, что есть уважительные причины невыплаты алиментов. Это первое, болезнь, нетрудоспособность. Опять же, я хотел бы повторить, имеются такие случаи. Это все должно быть документально подтверждено. Естественно, это понятно. Документально подтверждено о том, что он там со слов болеет, это не считается. В случае, если по вине третьих лиц, в частности, в связи с невыплатой заработной платы бухгалтерии, либо неправильным перечислением банком денежные средства произошел какой-то сбой, это тоже является уважительной причиной невыплаты алиментов. И третье, на которую нам Пленум указывает, это уважительные причины обстоятельства, вследствие обстоятельств неопределённой силы. То есть, либо ввиду прохождения лицом военной службы. То есть, там он, где у нас, в принципе, удержания у него быть не могут. Но хотел бы сказать, что наряду, как уважительные причины, не нужно расценивать, например, если должник не согласен с начисленным долгом по алиментам. Это неуважительные причины. Да, это неуважительные причины. В том числе, неуважительные причины Пленум Верховного суда нам разъяснили о том, что если лицо, обязанное к уплате алимента, проживает совместно с лицом, получающим алименты. Это тоже неуважительная причина. А, вот так вот. Да, это тоже неуважительная причина. Ну что ж, спасибо, у нас сейчас уважительная причина прервать наш эфир, потому что наше время истекло, мы сегодня говорили о долгах, об элементах, вывод один, платите, платите, все долги надо выплачивать, все элементы, и не нужно обращаться в всякие сомнительные структуры, которых сейчас развелось очень много, которые якобы обещают, как вот буквально палочку волшебную махнуть, и долга у вас нет. Вот, как говорят, ничего такого не бывает, это все долго, еще и самое главное, для того, чтобы признаться себя банкротом, оказывается, нужно найти где-то 100-150 тысяч, ничего себе, банкроты. Спасибо большое, уважаемые гости, хороших вам выходных, дорогие мои телезрители.